Друзья, всем привет! Тут вопрос из зальчика нарисовался о том, как я бросила курить. Я вам сейчас расскажу о своем способе. Возможно, он не самый лучший и вовсе не идеальный, но, может быть, кому-то подойдет и кто-то тоже при помощи этого способа сможет бросить курить. Стаж курения, в принципе, у меня был небольшой, то ли 6, то ли 8 лет, я сейчас уже не вспомню. Я бросала курить в течение месяца. Каким образом? Я стала курить по часам. То есть сначала строго 1 сигарета в час какое-то время, потом 1 сигарета в 2 часа, потом в 3 часа, потом я перешла на бок палочки здоровья, потом я стала курить по пол сигареты в день. И вот так вот постепенно я снижала дозу. В чем фишка? Когда вы бросаете курить, надо, чтобы в сумке всегда была пачка сигарет. Тогда вы не нервничаете и не психуете, что сигарет нет, и в любой момент вы можете достать эту пачку и закурить. Но поскольку она всегда лежит с вами, вы можете отодвинуть. Ну вот сейчас я чуть попозже возьму. Вот сигареты есть, их всегда можно взять, можно чуть-чуть еще подождать. Когда сигарет в сумке нет, это все значительно сложнее. Ты начинаешь нервничать и психовать. И тогда уже, если вдруг тебе попадется сигарета, у кого-то ты стрельнешь ее, то ты точно будешь курить. Ну вот такой вот у меня способ. В принципе, особой тяги не было. Знаете, самая подстава была, когда кто-то в компании курит, а тебе дают подержать сигарету. Подержи сигарету, я сейчас что-то сделаю. И вот у тебя в руках эта сигарета, и вот это, конечно, искушение. Но я кремень. Нет, меня совершенно не тянуло пожрать, я не сосала конфетки постоянно, как многие это делают. Я не поправилась совершенно. Единственное, длительное время я лютой ненавистью ненавидела всех курящих. Это, знаете, когда я была большая и крупная девушка, я ненавидела всех толстых, всех полных людей. Я просто ненавидела. Сейчас я похудела на 17 килограмм. Если кому-то будет интересно, об этом я тоже могу отдельно рассказать. Так вот, я не поправилась. Я не ела постоянно. Что еще? Но накуренные помещения я не переношу до сих пор. То есть я сама курила, и даже когда я курила, накуренные помещения для меня были тяжелы, в принципе. Когда я бросила, это было вообще непереносимо. А сейчас это недопустимо. Очень длительное время мне время от времени снились сны о том, что я курю. И я просыпалась просто в ужасе и в кошмаре о том, что же я делаю, зачем же я это делаю. И просыпалась, понимала, что это сон, и у меня такой вздох облегчения. Я, конечно, понимаю, что если у вас стаж курения больше, то, возможно, вам будет значительно сложнее. И даже я практически уверена, что вам будет сложнее бросить курить. Если у вас плохое здоровье, если у вас больное сердце, бросать курить, отрубать это нельзя. Надо очень аккуратно это делать, постепенно, постепенно снижать дозу. И, может быть, достаточно долго вам придется курить какое-то маленькое количество сигарет в день, и потом отказаться на постоянной основе. Почему я решила бросить курить? Ну, кому же охота в 40 лет лежать с давлением под 200, правда? Но, если честно, были некоторые недомогания, и поэтому я решила бросить курить. И да, мне действительно стало лучше, значительно. На самом деле, вы можете погуглить, в интернете полно информации о том, что происходит с организмом после того, как вы бросите последнюю сигарету. Через три месяца выходит весь смог из легких, а через полгода вы чувствуете себя абсолютно заново родившимся человеком. Просто небо и земля. Курить я бросила что-то около 24 лет, если я не ошибаюсь. Сейчас мне почти 41. Значит, что у нас получается? 24. Почти 17 лет. Вот. Такая большая, а посчитать уме не могу до сих пор. А вы курите? Если да, то расскажите, как долго. Если бросили, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как вы это сделали. Потому что я думаю, что другим людям, которые по поиску ищут такую же информацию и найдут мое вот это видео, им будет очень интересно и полезно, главное, почитать всякие различные способы. Расскажите, как сложно вам это было сделать, расскажите, долго ли была тяга, были ли срывы. 110. 50-34.